Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в прямом эфире на телеканале Самара ГИС. Вы смотрите программу «Территория права». В студии Елена Чернявская. И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна. Добрый вечер. Ну что же, телефоны прямого эфира неизменны, 202-11-22. Именно по этим телефонам мы, уважаемые телезрители, принимаем ваши вопросы. А сегодня мы говорим о брачном договоре, но и, конечно, коснемся мы новшеств нотариальных действий. Собственно, это и первые вопросы, Инна Борисовна. Какие ожидают нас новые виды нотариальных действий? В прошлой передаче мы несколько затронули новеллы законодательства, которые нас ожидают в 16 и в 17 годах. Сейчас немножко поподробнее остановимся, прежде всего, на том, что нас ожидает с 1 января 17 года и с 1 июля 17 года. В частности, с 1 июля 17 года появится новая возможность передать на хранение в единоинформационную систему нотариата списки участников общества граничной ответственности. Вот такое нововведение, которое позволит впредь участникам обществом, либо исполнительным органам общества, директора, брать информацию, официальную, публичную информацию о участниках общества, об их оплате доли, о наличии обременениях или запрещениях, которые наложены кем-либо в отношении доли в уставном капитале. Такая информация будет носить открытый характер, публичный характер и будет непосредственно выдаваться нотариусом. В том случае, если директор позаботился об этом и непосредственно передал эту информацию нотариусу. То есть обратился с такой просьбой и передал на хранение в единую информационную систему нотариата список участников общества с ограниченной ответственности. Скажите, пожалуйста, это добровольная, либо это повинная услуга? Нужно обязательно передавать. Ну а если, допустим, некоторые директора не хотят разглашать список участников и так далее? Или это необходимо сделать? Это не обязательно нотариальное действие, это может быть по желанию директора, но практика и жизнь показывает, что наиболее актуальную информацию может всегда подсказать нотариус. И чтобы избежать конфликты, которые могут быть в корпоративном сообществе, внутри общества с ограниченной ответственностью, ведь директор может уехать, заболеть, не дай бог с ним что-то может случиться, и тогда такой список участников просто будет некому подписывать. Всегда есть единая информационная система нотариата, всегда есть нотариус, с которым можно обратиться и уже независимо от воли директора получить такую информацию доступным образом. Спасибо. И второе нововведение? Второе нововведение, которое ожидает с 1 января 2017 года, это проверка действительности нотариально удостоверенных доверенностей посредством той же сети интернет. В настоящий момент существует такая возможность, в настоящий момент можно проверить любую доверенность посредством обращения к федеральному ресурсу в интернете www.reestredefisdover.ru. При введении реквизита доверенности по реестровому номеру можно проверить, действительно ли она не отменена. В том случае, если доверенность была отменена и эта отмена совершена в нотариальной форме, нотариус внес такую отмену, и любой гражданин, который в открытом доступе запросил такую информацию, получит. Федеральный закон 332, что вводит? Он вводит новый федеральный, так сказать, онлайн-сервис, портал посредством этого федерального закона. Будет также осуществлена и проверка подлинности доверенности. Действительно ли была выдана такая доверенность, не отменена ли сейчас, и бланк можно будет проверить по реестровому номеру, кем она удостоверена. Это, конечно, максимально защитит права граждан и особенно контрагентов, которые, например, приобретают квартиру, продают квартиру и имеют дело с другой стороной, действующей по доверенности. Это очень важный момент, который защитит права граждан. Инна Борисовна, это все, что изменится в правилах отмены доверенностей? Внесены будут изменения в статью 188 и 189 гражданского кодекса. Они также будут вступать в силу только с 1 января 2017 года. Изменения устанавливают, что отмена доверенности должна быть совершена в нотариальной форме, либо в той форме, в которой совершена доверенность. Изменены будут сроки извещения третьих лиц. Если третьи лица, то есть это для кого выдана доверенность, не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются извещенными в следующем порядке. При отмене доверенности в нотариальном порядке на следующий день после внесения сведений в реестр нотариальных действий единой информационной системы. То есть нотариус, который удостоверит распоряжение об отмене доверенности, он вносит соответствующую информацию в единую информационную систему нотариата, и уже на следующий день эта информация доступна всем. А при отмене, извиняюсь, перебью в простой письменной форме, то по истечении одного месяца со дня официального опубликования таких сведений в официальном издании. Конечно, всегда есть преимущество совершать и доверенность, и отмену в нотариальном форме. Благодарю за такой подробный ответ. У нас есть звонок от телезрителей. Мы приветствуем вас. Здравствуйте и слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите. Будьте добры, уточните, пожалуйста, какие нужны документы для выезда ребенка за границу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что вы имели в виду, каков порядок оформления согласия родителей для выезда ребенка за границу. Для оформления такого согласия вам необходимо обратиться в нотариальную контору к нотариусу, родителям ребенка. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если два родителя выдают такое согласие на выезд ребенка за границу в сопровождении с третьим лицом, такое согласие можно оформить в одном документе от двух лиц. При этом вы обязаны предоставить нотариусу информацию о сроках поездки и название страны, которая посещает ваш ребенок. Скажите, пожалуйста, в любую нотариальную контору можно обратиться, либо все-таки лучше это сделать по месту регистрации? Нет, в любую нотариальную контору на территории Российской Федерации, где бы вы ни находились, может находиться папа в одном городе, мама в другом городе, самое главное, чтобы это было согласие нотариально удостоверенно. Это требование закона. Спасибо. Инна Борисовна, у нас есть еще один звонок. Мы его принимаем. Здравствуйте. Говорите. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Слушаем. Скажите, пожалуйста, а вот что выгоднее оформить договор дарения или завещания? Чем они отличаются? Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Инна Борисовна. Ну, с точки зрения выгоды, наверное, я бы не рассуждала в столь наболевшем, наверное, вопросе и остром. Прежде всего, нужно, конечно, исходить от воли изъявления стороны, которая отчуждает имущество, которая хочет передать это имущество. Конечно, одно непосредственное четкое отличие – это то, что завещание вступает только после факта смерти. До этого оно неисполнимо. Договор дарения подлежит нотариальному удостоверению, если это доля отчуждателя. Он также подлежит государственной регистрации. И после государственной регистрации перехода права собственности и права собственности приобретателя человек, который отчуждает, то есть даритель, лишается уже права собственности. То есть он уже своим имуществом не владеет. Если рассуждать с точки зрения безопасности того лица, который лишается имущества, ну в хорошем смысле слова лишается, то, конечно, наверное, рекомендую больше делать завещание, которое можно в любой момент отменить и изменить, и спать спокойно, чтобы знать, что есть свое имущество в квартире, в котором живешь, проживаешь и пользуешься. Что касается нотариального тарифа, относительно, что дешевле сделать договор дарения, либо удостоверить завещание, конечно, завещание оно будет с наименьшим тарифом. Но еще раз подчеркиваю, что правовые последствия у этих двух действий совершенно разные, и они наступают буквально через несколько дней после совершения того или иного действия. Спасибо большое. Ну а я напоминаю телефону прямого эфира программы «Территория права» 202-11-22. Мы ждем ваших вопросов, а заявленная тема сегодня нашей программы – это брачный договор. Поэтому приступаем к этим вопросам. Инна Борисовна, вот раздел имущества. И хотелось бы, конечно, обсудить эту тему, раздел имущества, нажитого в браке. Как с точки зрения закона возможно изменить режим имущества супругов? Тема, я думаю, что очень актуальна, и я думаю, что очень многие граждане, которые собираются вступить в брак или находятся в браке, желают определить свои имущественные права как на период совместного брака, так и на случай расторжения. Но на самом деле два возможных способа либо решить уже существующую проблему, либо обозначить ее на будущем. На будущее это заключить брачный договор, либо заключить соглашение о разделе общего имущества, нажитого с супругами во время брака. Давайте по порядку. Что-то различие именно о разделе и как раз о брачном договоре. Ну, прежде всего, брачный договор заключается либо лицами, которые вступают в брак, либо которые находятся в браке. Что касается соглашения о разделе имущества, оно может быть заключено также лицами в браке и после расторжения брака. Если даже вы расторгли брак год, два, три назад и не поделили свое имущество, вы можете заключить соглашение и сегодня. Инна Борисовна, вот у меня такой вопрос, скорее всего, жизненный. Многие пары, вступая в брак, уже имеют багаж имущества. Ну, к примеру, у супруги машина, у супруга будущего квартира. Скажите, пожалуйста, вот это имущество, которое у них уже в собственности, оно включается в брачный договор и как впоследствии оно будет делиться? Имущество, приобретенное супругами до брака, является их личной собственностью непосредственно. Оно не является имуществом нажитым в браке, и на это имущество не распространяется режим совместного имущества. В брачный договор оно не может быть включено. Но предметом брачного договора такое имущество не является. Некоторые не знают, еще хочу раз обратить на это внимание, что брачный договор действительно можно заключить как до заключения брака, так и во время его, во время брака. Разница будет только в том, что договор, который был заключен до вступления в брак, он начнет свое действие в момент регистрации брака в ЗАГСе. Тот договор, который заключили после регистрации брака, он начинает действовать в момент нотариального удостоверения. С юридической точки зрения хочу все-таки спросить. Определение, ведь существует же наверняка, да, нотариальное, что такое брачный договор? Прежде всего договор это соглашение. Любой договор это соглашение. Это соглашение лиц вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющие свои имущественные права и обязанности как в браке, так и в случае его расторжения. В брачном договоре можно определить любые имущественные отношения между супругами. Брачный договор позволяет изменить установленный законным режим совместной собственности имущества, потому что по определению все, что супруги получают во время брака не по безвозмездным основаниям, будь то это доходы, какие-то прибыли, дивиденды, денежные средства, те же кредиты, которые оформляют супруги, квартиры, которые они приобретают, земельные участки, дома. Это все относится к имуществу совместно нажитому. Не важно титульным собственником кто является, не важно кто в документе написан, не важно кто является стороной договора, в соответствии с которым приобретается имущество. На это все имущество распространяется режим совместно нажитого имущества. Вот брачный договор позволяет изменить этот установленный законным режим. Брачный договор может установить либо режим раздельной собственности, либо режим долевой собственности. Продолжим обязательно, да, Инна Борисовна, принимаем звонок от телезрителей. Алло, вы на линии, мы слушаем вас очень внимательно, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Да, говорите. Скажите, пожалуйста, вот квартира приватизирована, в ней прописана мать, и вот я, квартира приватизирована на мать, но со мной пропитан сын. Нужно мне какие-то еще документы на него переделать, или этого будет достаточно, что он пропитан, и после моей смерти квартира дойдет ему? Спасибо. Ваш вопрос не связан с моментом регистрации ни в коем случае. Здесь речь идет о том, что круги ваших наследников. Если у вас иных родственников нету, которые могут претендовать на наследство, супруг, родители, иные дети, то значит, у вас есть один сын, который впоследствии унаследует вашу недвижимость. Тот факт, что вы прописаны с ним вместе, может повлиять только на то, что ему не нужно будет обратиться к нотариусу ровно в течение шести месяцев. Для наследников, которые зарегистрированы и проживают в имуществе вместе с наследодателем, для них не существует срок шести месяцев. Они фактически принимают наследство, пока не доказано иное. Если они о другом не заявят в течение шести месяцев, значит, закон говорит о том, что они приняли наследство. Поэтому, если у вас иных наследников нету, если у вас есть только сын, которому вы хотите оставить вашу приватизированную квартиру, необходимости делать завещание в данном случае нету. Он унаследует вашу квартиру как наследник в первую очередь. Спасибо. Телефоны нотариальной палаты, сайт нотариальной палаты периодически появляются на ваших экранах, уважаемые телезрители. В рабочие часы вы можете дозваниваться. Консультанты обязательно проконсультируют вас по вопросам наследования брачного договора и иных нотариальных действий. Поэтому возьмите, пожалуйста, их себе на заметку. Ну а телефоны в студии у нас работают, 202-11-22. Мы продолжаем принимать ваши звонки в прямом эфире программы «Территория права». Поэтому дозванивайтесь, пожалуйста. О брачном договоре мы сегодня рассуждаем. Ирина Борисовна, есть что дополнить по вышесказанному? Ну, по брачному договору можно говорить, на самом деле, бесконечно. Тема важная. И не нужно ни в коем случае этого стесняться. Приходить на консультацию к нотариусу, желательно вместе. Когда два супруга задают разные вопросы в присутствии, конечно, друг друга и нотариусы, отвечают в присутствии тоже друг друга нотариусы. Вот, кстати, очень часто, наверное, вопрос, но я так и думаю, что я предвосхищу вопрос от телезрителей, составлять или не составлять брачный договор? И вот, кстати, практика нотариальная показывает, в последнее время все-таки составляют количество растет. Очень много современных молодых людей, которые приходят и задают вопросы, как же быть в случае расторжения брака. И чтобы не породить лишних ссор, конечно, лучше составить. Особенно в том случае, когда есть что делить. И когда разные доходы у супругов во время брака. И когда, например, супруга сидит в декретном отпуске, и ей не на что будет потом рассчитывать. А имущественные права и обязанности определить нужно с помощью брачного договора. Спасибо. Очень интересный вопрос. Я обязательно вам его задам, но только после того, как мы его слушаем, вас, уважаемый телезритель, алло, говорите, добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотела вопрос задать. У нас с сестрой квартира в равных долях. Вот если со мной что-нибудь случится, может сестра претендовать на мою долю? Или только мои непосредственные наследники? Не отключайтесь, пожалуйста. Я так предполагаю, Инна Борисовна, да? Я хотела бы спросить, есть ли у вас супруг, дети, родители? Супруг, дети. У сестра тоже есть супруг, дети. Но после мамы досталась квартира у нас в равных долях. Одна вторая ее, одна вторая моя. В данном случае наследовать будут непосредственно ваши родственники, являющиеся наследниками первой очереди. Ваши дети и ваш супруг. Не важно, кто является сособственником в вашей квартире. Не важно, что у вас доля принадлежит еще и вашей сестре. Есть ваша непосредственная собственность, которая заключается в одной второй доле. На нее претендовать после факта смерти могут только наследники первой очереди. Если иное не будет изменено вашим же завещанием. Если вы иное не установите, значит, будут наследовать только ваши родственники. Спасибо большое, Инна Борисовна. Есть у нас время еще в эфире, поэтому продолжаем принимать ваши звонки. Звоните, телефон видите на экранах. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, когда приходят за заключением брачного договора, включают ли уже имеющееся имущество брачный договор? Уже имеющиеся приобретенные? Да, разумеется. Конечно, да. Чаще всего супруги нажили что-то вместе, обсудили и хотят это разделить. Но учитывая, что сейчас очень много новостроек и многие супруги на будущее заключают договора долевого участия, то есть самой еще квартиры как объекта прав нет, то на приобретаемое в будущем тоже можно заключить. Вот как раз. Я хотела спросить, время идет, приобретаются автомобили, квартиры, или наоборот, имущество распродается. Вот как эту целостность брачного договора сохранить, чтобы потом доказать наличие имущества? Во-первых, брачный договор всегда можно дополнить. Есть соглашение о дополнении, либо об изменении нотариально удостоверенного. То есть это нужно будет прийти к нотариусу и изменить? Да. Самое главное сделать это в нотариальной форме, потому что брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Это просто прямо запрещено статьей 43 Семейного кодекса. Есть два варианта изменения условий брачного договора. Это по соглашению сторон, когда стороны пришли и что-то еще обсудили и указали в дополнительном соглашении. И если какой-то, к сожалению, конфликт, то это в судебном порядке. Еще есть один вариант, который супруги могут предусмотреть в брачном договоре. Если предполагается количество каких-то объектов на сегодняшний день неопределенных, но супруги знают, что будут приобретаться те или иные объекты на супруга либо на супругу, и хотят четко определить, что это будет именно того лица, кто участвует в договоре, то можно и так об этом указать. То есть на все приобретенное супругами во время брака стороной в договоре, по которому является супруг, это его имущество. Если что-то приобретается на супругу, это ее имущество. Тем самым можно избежать заключения дополнительного соглашения, но вместе с тем некоторые хотят четко и конкретно знать адрес, объект и, соответственно, определить свои имущественные права. Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Муж инфектора, в 380 лет брака, есть руководственная квартира, стивилизированная на меня в 2009 году, который он отказался от приватизации. Сейчас он говорит, что эту квартиру будет также делить. Составил по имуществу, там еще одна помощь, на квартиру дорогая машина, плюс дорогая медель, он сам поделил. Я была в таком состоянии. Составил проспект, дал мне сумму денег и сказал, что ты свободна, больше ты ничего не получишь. А если ты будешь возмущаться, то будем ввелить все. Вот меня, в частности, интересует руководственная квартира с 2009 года, приватизация. Подлежит она раздела или не подлежит? Нотариально он отказался. Вот таким образом. Спасибо. Оставайтесь пока на линии. Я хотела бы уточнить, приватизирована квартира на скольких лиц? Кто участвовал в приватизации? Одна я. Одна вы. Во время брака? Да, 38 лет брака. Во время брака. Во время брака. То есть супруг отказался от приватизации? Да, и супруг отказался. У меня существует пакет документов, местах, где нотариально все заверено. То имущество, которое вам, вами приобретается безвозмездно, а договор о приватизации это безвозмездная сделка, не является общим имуществом супругов и не подлежит разделу. Вам государство бесплатно передало вашу собственность, эту квартиру. У супруга, как у лица прописанного, было право участвовать в приватизации, либо право отказаться. Он отказался от приватизации, тем самым он отказался, ну, будем так считать, от своего права собственности, если это можно так сказать, потому что на тот момент еще права собственности не было. Разделу это имущество не подлежит. Если у вас, как я понимаю, конфликтная ситуация, и супруг ваш бывший претендует на это имущество, у вас есть два варианта. Либо найти с ним какой-то компромисс и обратиться к нотариусу, так как сейчас соглашение в обязательном нотариальном порядке должно быть удостоверено нотариально, либо уже обратиться только в суд. Но имущество это, как вы мне сейчас рассказали, это ваше. Спасибо большое, Инна Борисовна. Ну, я так предполагаю, что если вдруг у предыдущей телезрительницы есть какие-то вопросы, скажите, пожалуйста, куда можно прийти проконсультироваться с документами, как нотариусы всегда говорят, приходите лучше с документами. Видно? Конечно, да, конечно, нужно смотреть документы. Может быть, я не хочу у никого видеть, но, может быть, вы считаете, что это приватизация, это был какой-то договор. Может быть, вы просто не так прочитали или еще что-то. Конечно, вы можете обратиться к любому нотариусу, куда вам ближе, показать все документы, чтобы нотариус вам подсказал, что необходимо для раздела. Сейчас для раздела нужно непосредственно собирать оценку. Ну, вам поможет в этом нотариус, у которого вы будете заключать такое соглашение, чтобы определить равноценность раздела, чтобы каждому из бывших супругов указать на то, какую долю получает супруг в каждом имуществе и какова его оценка, чтобы не было между вами никаких недосказанных слов. Спасибо. Принимаем звонок. Мы слушаем вас. Вечер добрый. Говорите, вы в прямом эфире «Территория права». Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. После смерти мужа я имею долю... Я и сын имеем долю в квартире свекрови. Вот скажите, я хочу ее продать. Сколько я могу предлагать свекрови по времени, по месяц, два, три, полгода, чтобы она ее выкупила долю? А если она отказывается, я могу продать другому человеку. Через сколько это времени? Каков порядок вы хотите узнать временной? Вы уже предлагали? Нет, еще не предлагали. Не предлагали, да? Конечно, в идеале поговорить с вашим сособственником, со свекровью и обратиться к нотариусу, чтобы удостоверить заявление об отказе от преимущественного права покупки. Это самый бесспорный вариант, когда нотариус разъясняет, от чего сособственник отказывается. Инна Борисовна, сразу хочу задать вопрос, потому что по жизни, как правило, такое происходит. Никуда не пойду, ничего делать не буду, ничего не хочу. В таком случае обращаются к нотариусу и пишут заявление с предложением воспользоваться преимущественным правом покупки. По истечению месяца нотариус вам выдает свидетельство о передаче заявления, и в нем будет отражен факт вручения, получения, либо возврата данного письма. Что касается составления проекта, документа, это все вам поможет, конечно, нотариус, к которому вы обратитесь. Вы должны назвать точный адрес квартиры, фамилии, имя, отчество, сособственника, к которому направляется письмо, его адрес, куда необходимо направить. Это в случае отказа, если не хочет прийти. Да, это в том случае, если добровольно не приходится сособственник и не отказывается от преимущественного права покупки. Вы все сведения отдаете нотариусу, нотариус составляет грамотное заявление с разъяснением статьи 250 гражданского кодекса, в соответствии с которой именно предлагается приобрести долю в праве общей долевой собственности, чтобы не были ни в коем случае нарушены права сособственников при получении такого заявления. У сособственника есть право либо приобрести такую долю, либо умолчать. Если он умолчивает, не приобретает именно долю в течение месяца, нотариус выдает свидетельство о передаче заявления, и вы идете с таким документом, нотариальным удостоверением, на сделку, который также подлежит нотариальному удостоверению, потому что вы будете отчуждать долю. А доля у нас в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Инна Борисовна, составлять можно ли брачный договор вне у нотариуса? Нет. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и в противном случае он просто будет недействителен. Поэтому ни в коем случае его нельзя оставлять ни в простой письменной форме, ни у других юристов, ни у других каких-то ваших помощников. Вы можете прийти с своим проектом, никто не спорит. Мы его обсудим, другой нотариус, любой с вами его обсудит. Ваши желаемые какие-то пожелания и условия обязательно включим в наш проект. Но этот договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Ну что же, у нас осталось совсем немного времени до конца. Я хочу задать вам вопрос, можно ли изменить условия брачного договора? Конечно, можно изменить. Еще раз говорю, что необходимо также обратиться к нотариусу, составить дополнительное соглашение, либо соглашение об изменении брачного договора. Таких соглашений может быть сколь угодно. Вы можете хоть каждый месяц приходить и что-то изменять. Так же, как и завещание. Так же, как и завещание. Самое главное, чтобы было обоюдное двустороннее желание. И чтобы также две стороны супруги пришли и это изменили. Ну что же, спасибо вам большое, Инна Борисовна, за очень ценные, квалифицированные, профессиональные советы. Спасибо, что пришли в студию. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права». Ну и, конечно же, телефоны нотариальной палаты, сайт нотариальной палаты, где очень много информации полезной, важной для населения Самарской области. Ну и, если у вас есть вопросы, звоните, конечно, в палату, и обязательно консультанты вам ответят. Всего хорошего. До свидания.